друзья всех приветствую на торговой сессии пятницы мы снова на финансовых рынках и говорим о ключевых фундаментальных событиях которые оказывают самое значительное влияние на динамику торговых инструментов не забывайте подписываться на канала маркет составлять ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить лайки тем кто это делает друзья низкий поклон и огромное спасибо ну что ж сегодня у нас последний день торговой недели но день очень важный расслабляться не стоит потому что впереди non-farm payrolls друзья основной релиз по состоянию американского рынка труда многие считают и я с ними согласен то что американский рынок труда это один из самых лучших индикаторов состоянии американской экономики повлияет ли этот отчет на доллар можно конечно же сделать акцент на то что на основании последней реакции доллара на выход на прошлых релизов по non-farm payrolls реакция была больше вялой чем активный но сейчас друзья может быть исключение потому что на данный момент мы видим как и насколько доллар чувствителен к статистике доллар находится в мощнейшем нисходящем тренде и вот накануне снова обновил многолетний минимум я говорю про индекс американской валюты мы помним реакцию на доллар выхода в среду данных от и дипи это частная оценка сектора труда и оценка которая традиционно предваряет выход официальных данных по non-farm payrolls это своего рода репетиция и учитывая именно активности доллара по факту выхода слабых данных от и дипи мы можем предположить что сегодня реакция будет ну как минимум такой же если такой же на слабую статистику тогда друзья у индекса американской валюты сегодня есть все предпосылки все основания для того чтобы двинуть ниже текущих значений на данный момент индекс доллара котируется на отметке 93 05 и может быть все попытаться добраться до нашей с вами заветной цели по индекс американской валюты 92 а пункта в любом случае основной акцент non-farm payrolls уровень безработицы количество новых рабочих места вне сельскохозяйства сектора и еще темпы роста заработных плат эта статистика друзья выйдет блоком в 15 30 по московскому времени будьте бдительны контролируйте загрузку ваших депозитов не злоупотребляйте с высоким плечом потому что если рынки действительно активно раскачают начнут быстро ходить нужно будет держать руку на пульсе друзья и быть готовым к любому сценарию нефти вчера в двух словах мы поговорили о том что происходит на рынке углеводородов и вот в принципе сейчас идет постепенно и монотонная неактивная ну пусть хоть какая-то коррекция я как уже отметил выше 45 открыл короткую позицию друзья буду ждать что рынок даст более выраженный нисходящий импульс и и в идеале бы вот для меня такой субъективный хим ориентир которую хотелось бы добраться это поближе 40 долларам за баррель целом по нефтянке если нужен негатив вы считаете что его нету хочу у вас немножко разубедить этот негатив на рынке есть потому что проблему спроса еще никто никуда не хотел глава всемирной организации здравоохранения отметил что возможно вакцины от коронавируса вовсе никогда не будет мы помним что страны опек плюс увеличили производство нефти с этого месяца на 2 миллиона баррелей в сутки и друзья я думаю что уже в этом месяце добыча нефти рост предложений скажем так будет опережать спрос примерно на 700 тысяч баррелей если это так если мои прогнозы ожидания верны то эта тенденция расхождение между спросом и предложением сохранится и уже в сентябре она вырастет раза в три то есть рост предложения будет опережать спроса больше чем на 2 миллиона баррелей в сутки и если еще все-таки повторные вспышки коронавируса станут фиксироваться являться в большем количестве регионов то тогда мировая экономика через отдельные региональные экономики столкнется с еще одним вызовом для темпов экономического роста и я много раз уже говорил друзья то что от именно темпов экономического роста зависит показатель спроса на углеводороды сейчас может показаться показаться что все замечательно для рынка нефти то есть он растет каждую неделю мы фиксируем новые локальные максимумы этот тренд может продолжиться конечно же может я долгое время присматривался к возможности открыть короткие позиции потому что все таки отношусь к фундаменталистам которые видят не только а тот позитив который пытаются навязать но еще и системные риски которые в данном случае стали основной позиции почему я ждал возможности для открытия коротких позиций что касается золото 2060 долларов за унцию сейчас каждый день мы обновляем исторический максимум и даже сегодня уже хайп был на отметке 2075 долларов за унцию я думаю друзья что мы доберемся и до следующего такого психологического круглого рубежа 2100 долларов в принципе может на этом ралли даже не закончится то что золото пользуется спросом я об этом говорил накануне золото растет потому что это защитный инструмент это лучшая страховка от инфляционных рисков на фоне мер активного экономического стимулирования золото растет конечно же потому что активно валится американская валюта если сегодня он фарм пэрлс станут причиной еще более выраженного нисходящего ралли по доллару тогда вполне возможно что 2100 мы увидим до закрытия текущей торговой сессии вот кстати говоря про индекс американской валюты опрос рейтер с которым не удалось познакомиться вот буквально только что когда я готовился к этому брифингу на основании опроса больше чем 200 аналитиков от ведущих инвестбанков свидетельствует о том что нисходящий тренд по индексу доллара может быть продолжен с целевым ориентиром круче чем у нас не 92 в районе там 90 а пунктов я допускаю что такой сценарий вполне реальный евро против доллара 1 18 36 сити пересмотрели прогноз отметки 120 до уровня 1 25 рекомендуют покупать евро потому что эта валюта смотрится гораздо интереснее доллара мы об этом также говорили допуская что европейская экономика может восстанавливаться быстрее экономики сша и возможно евро и доллар схлестнуться по праву называться валютой а фондирования и защиты у евро есть очень хорошие предпосылки выйти победителем из этой битвы особенно если власти сша и фидрезерв продолжат заливать национальную финансовую систему долларовой ликвидности увеличивая риск инфляции и обесценивание американской валюты фунт против доллара 1 31 16 я лично ждал заседание банка англии потому что был уверен что из-за повторной вспышки коронавируса результате которого под карантином сейчас находится весь север англии 5 миллионов человек что британский регулятор обозначит понижательные риски если эти риски будут обозначены логичнее было бы ждать готовность дополнительному стимулированию в виде увеличения программы количественного смягчения ставок снижение ставок до отрицательных значений но банк англии коснулся этой темы но отметил что не рассматривает вопрос доп стимулирования уж тем более снижение ставок до отрицательных значений поэтому британская валюта вчера обновила максимум с начала с марта 2020 года друзья я думаю что из-за того как мы смотрим сейчас в отношении доллара ралли по евро и по фунту будет теперь продолжаться не вижу причин продавать британскую валюту но может быть со временем мы вернемся к такому понятию как значительная перекупленность либо коррекция на американской валюте но сегодня я думаю что мы сможем закрыть день в рамках направлений тех трендов которые развивались раньше это понижение доллара это укрепление золота и еще больше восстановления рисковых инструментов на этом все всем спасибо за внимание и пока